приветствую с вами анатолий техно шаман я нахожусь в магазине хамус ru и сегодня у нас маленький экскурс как же натирать вот этих товарищей маслом ну и собственно зачем это делать и вообще краткая инструкция по уходу и так по части как натирать инструменты маслом в комплекте с каждым тонк драмам глюкофоном неважно ну скорее всего вы возьмете тонк драм если берете глюкофон я их редко произвожу и так для того чтобы ухаживать за вашим инструментом чтобы он не ржавел не покрывался белыми неприятными пятнами и вообще находился в хорошем состоянии уход за глюкофонами за тонк драмами и прочим музыкальными инструментами мало отличается от в орган то есть вы поиграли не думайте о том что если у вас руки чистые сухие то все с инструментом будет хорошо вы как живой человек имея бионические конечности имейте ввиду о том что даже если вы находитесь в спокойном состоянии не после пробежки не после помывки рук вы имеете свойство потеть и кожа для того чтобы она оставалась приятной и приятной и на ощупь и не трескалась она постоянно за счет нашего же организма смачивается пото жировыми выделениями как бы это возможно противно не звучало но у ребят примите это к сведению так и есть итак мы поиграли на нашу музыкальную инструменте рады такие все хороши и замечательные а вот на инструменте остались вот эти вот выделения которые могут привести его впоследствии к коррозии как с этим быть ну самый простой вариант вы поиграли берем тряпочку протираем наш музыкальный инструмент и ставим его не знаю там куда на полочку убираем в чехольчик это уже ваши дела и так мажем инструмент маслом в комплекте имеется вот такая вот штука масло для глюкафорно она абсолютно безвредно если ваш ребенок или ваше животное решит глотнуть из этой бутылочки с ним ничего не случится ваше здоровье для того чтобы обслужить наш музыкальный инструмент берем смачиваю любую так сказать поверхность маслом кладем на инструмент и начинаем его растирать до образования равномерной масляной пленочки по всей поверхности намазали одну сторону переворачиваем абсолютно так же не используя какие-либо хитрые творческие приспособления мажем другую сторону до образования тончайшей масляной пленки на ней когда мы все это сделали мы можем сказать какие мы молодцы наш инструмент теперь не заржавеет и ничего с ним не будет вот он красивенький блестященький теперь его берем ставим на полочку ну или куда-нибудь даем маслу впитаться но минимально это пять-десять минут а так вообще чем дольше тем лучше то есть если вы оставите инструмент ваш до следующего желания на нем поиграть именно вот в промазанном состоянии это будет даже лучше перед игрой просто возьмите сухую салфетку или что там у вас есть ну как правило в комплекте с инструментом я кладу также тряпочку из микрофибры для того чтобы за ним ухаживать просто сейчас на видео не пользуюсь ей потому что она в комплекте с инструментом и должна достаться вам в чистоте и и порядке ну а там уже вы с ней сделаете что хотите итак протерли инструмент у нас теперь в масле он отстоялся мы спокойно можем играть на нем что угодно отмечу особый момент когда это стоит делать вы едете на природу на природе в любом случае будут перепады влажности поэтому смазывайте ваш инструмент дождик не дождик все равно смазывайте ваш инструмент смазывайте ваш инструмент раз в две недели для того чтобы вы были уверены что с ним ничего не случится правила эксплуатации моих инструментов они намного проще чем ликвидация последствий забивания на них болта скажу честно восстановить вот такое вот покрытие вот такое красивое синенькое после того как ваш инструмент заржавел ну это будет уже невозможно потому что в случае воздействия термического на корпус вашего инструмента он уже не будет так красиво и прикольно звучать как до этого разогревается металл для того чтобы получить вот такой вот красивый цвет почти до 300 градусов имейте это ввиду поэтому лично моя рекомендация как мастера берегите ваш инструмент и все будет хорошо спасибо большое за внимание с вами был анатолий техно шаман счастье радости здоровье самое главное в нашем сегодняшнем мире со всеми этими реалиями вокруг нас происходящим здоровье берегите его храните и радуйте себя ваших родных и близких спасибо большое за внимание пока